Уютный тенистый зелёный советский исторический сквер в Ленинском районе Ульяновска. В 2011 году мы с сотнями подписей уже обращались против его ремонта, требующего уменьшения площади газонов, вырубки деревьев и кустарников. В этом году судьба деревьев в сквере и кран вновь под угрозой. Своё письмо Наталья Лазарева направила сразу во все инстанции. Главе города, губернатору области, депутатам. Обращение разлетелось по социальным сетям. Источник сообщает, срубить планирует 31 дерево. Среди них ясени, липы, кусты сирени. В Ленинской администрации заверили. Звуки техники в зелёном уголке горожане пока не услышат. Впереди ряд экспертиз. 31 августа было назначено комиссионное обследование. В нём заявили желание участвовать как и представители общественности, так и депутаты законодательного собрания. По итогам этой работы должны быть выявлены деревья, которые могут упасть, которые могут причинить, как я уже сказал, угрозу жизни и здоровью. Данные деревья подлежат сносу. В экран часто приходят отдохнуть люди разных возрастов. Это и мамочки с колясками, и молодёжь. Для многих сквер – место, где можно перекусить шаурмой. Её продают в минуте ходьбы. Те самые деревья прячут горожан от палящих солнечных лучей. О сносе отдыхающие услышали впервые. От нас. Во время опроса мнений по этой теме. Правильно это или всё-таки лучше оставить зелёный уголок? Ну, хорошо бы его оставить, конечно. Но если это угрожает безопасности, то может какие-то ветки убрать, может не полностью, может частично. Я считаю, что нужно оставить. В первую очередь, даже сейчас хотя бы летом, что можно, во-первых, где-то посидеть и хотя бы в теньке, чтобы не жариться. С аварийной, конечно, нужно срубать. А так, город, в принципе, и так уже задыхается от автомобиля. По-моему, деревья здесь нам очень нужны. На наш неэкспертный взгляд обычного обывателя, как таковых аварийных деревьев можно сосчитать на пальцах одной руки. В любом случае, точного списка неугодной растительности и определённой даты сноса в администрации не представили. Ровно так же, как и сроков проекта благоустройства. Чиновники обнадёжили. Голом сквер не оставят. Плюс планируют обновить асфальт, освещение, установить туалеты. Последний буквально больная тема для горожан. Их каждый ульяновец ждёт с трепетом из года в год. Но это, как говорится, совершенно другая история.